Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Миновала еще одна пятидневка, мы, как всегда, были в курсе всех основных событий. Я старался освещать весь самый интересный фундамент, надеясь, с точки зрения именно информационного окружения и такой вот новостной составляющей. Вы точно знаете, что на рынке происходит, поэтому можете, будучи уже опытными трейдерами, предположить, к чему, в принципе, должен привести этот фундамент. Соответственно, поддержка для одних активов и фундамент, который является разочарованием для других инструментов. Сегодня для рынка Форекс, не только для рынка Форекс, для рынка фондовых активов, производных инструментов, очень важный день. Потому что в пятницу у нас обычно много интересных отчетов, поскольку статистика так уж сложилась, она смещается постепенно с начала недели на конец. И если присутствуют интересные релизы, они влюбуются либо в середине, либо в конце. Сегодня мы с вами в 15.30 по московскому времени будем анализировать статистику по инфляции в Соединенных Штатах Америки. Выйдут данные индекса потребительских цен, общий отчет инфляции, базовая, которая не учитывает цены на продовольственные товары и на энергоносители, очень облатильные компоненты. Поэтому отражает абсолютно объективно и прозрачно именно здравость и состояние внутреннего потребительского спроса. Проигнорировать эту статистику ни в коем случае нельзя, потому что у кого бы вы сейчас не спросили из тех, кто следит за происходящим на финансовых рынках, все знают то, что отчет по инфляции напрямую будет свидетельствовать о будущих планах американского регулятора касательно сокращения баланса и роста процентных ставок. Поэтому критическая важность этого отчета, я очень хочу, чтобы вы это осознали и подготовились к очень волатильному закрытию недели. Может быть даже с определением конкретных таких судьбоносных посылов для доллара, ну и разумеется для прочих инструментов. Хотя, если локально разбирать ситуацию, сейчас судьбоносными для доллара являются геополитические факторы, потому что бодаться с фактом ухода трейдеров в защиту даже такому фундаментально подкованному инструменту, как доллар, сейчас очень трудно. И вроде бы как мы перевернули вот эту страницу, когда приходилось милиться с геополитическими угрозами. У нас США и Северная Корея буквально несколько месяцев назад были тоже триггером, который сдерживали рост доллара. И как назло, собственно, когда мы подготовились отыгрывать статистику, когда статистика действительно стала выходить более-менее неплохой, по некоторым релизам даже очень замечательный, снова Северная Корея и Соединенные Штаты Америки. Очередной виток эскалации напряженности между ними сейчас совершенно какие-то немыслимые фразы о применении, опять же, именно ракетных ударов. В свою очередь, Северная Корея говорит о том, что они готовят этот самый удар. План разрабатывается по близлежащим территориям одной из американских баз на острове Гуан. Штаты при этом реагируют в еще более острые ключи, в частности, комментарии и выступления Трампа, который всем напоминает, ну, прежде всего, Северной Кореи, о том, насколько могучна американская экономика, с которой нельзя воевать. И, разумеется, нельзя, скажем, чтобы Штаты, будучи с ядерным потенциалом, имели дело с угрозой, особенно такого формата, которые сейчас идут со стороны Северной Кореи. Это самые настоящие провокации, очень многие, как вы знаете, сравнивают уже с посекательством на спокойствие всего мирового сообщества, не только Соединенных Штатов по Америке. Очень многие регионы уже провели внеочередные съезды Советов национальной безопасности, готовятся противостоять вот этой угрозе. Я, собственно, как и днем ранее, да и уверен тоже, как и вы все, хочется верить и не допускаю вообще идеи о том, что это может расти в нечто большее, потому что, ну, нельзя даже об этом думать, действительно, поэтому давайте оставим эту тему, будем надеяться и верить, кладя обе это глухи, скажем, на то, что эта ситуация все-таки будет нормализована, стабилизирована, больше этих словесных перепалок не будет, и регион их успокоится, потому что это, конечно же, необходимо. Даже если опустить вот эту валютную составляющую, спекуляции, спекуляции финансовых рынков, они не имеют ничего, конечно же, общего с тем, что происходит в плане геополитики. И только после того, как общественность успокоится, разумеется, и успокоятся трейдеры, которые в любом случае стараются всегда защищать свои капиталы, будет возможность снова обратить внимание на старые добрые принципы, моментального анализа, которые базируются на информационных поводах относительно перспективы денежно-кредитной политики, на высказываниях, комментариях, риторики и, разумеется, присутствуют статистики, на которые мы, как и всегда, обращаем очень много внимания. Что касается геополитических рисков, к сожалению, действительно, это очень неприятная тема, а сейчас мы, пожалуй, к ней еще вернемся. И я думаю, что в следующей неделе тоже начнем с того, скажем, актуализации вот этих новостей, хотя будем верить, что за выходные ситуация изменится в лучшую сторону. Давайте поговорим сначала про рынок нефти, тем более, что этот рынок сейчас больше на стороне медведей, то есть на наши с вами, ну, если, конечно же, вы продаете актив, как я рекомендовал. 51,85 закрытие прошлой торговой сессии, сейчас торгуемся еще ниже, 51,42. В целом, неделя была преимущественно на медвежьей, вот только выросли мы в среду, когда речь шла о отыгрывании статистики по запасам нефти и объему добычи в Штатах после публикации данных от администрации генетической информации. Мы на этот отчет уже обращали внимание, помимо, собственно, запасов нефти. Я думаю, что не нужно игнорировать и факт роста запасов бензина, что является сигналом предваряющим, может быть, предвосхищающим постепенное завершение летнего сезона, сезона полученной активности автолюбителей и начала приближения, точнее, осеннего сезона, когда мы с вами традиционно говорим о тенденции, разумеется, роста запасов уже не только бензина и энергии. То есть с тем фундаментом, который у нас уже есть касательно наличия и по-прежнему неразрешенности проблемы с перепроизводством, тот фундамент, который есть касательно неэффективности сделки ОПЕК, аналитического пакта, статистика, которая указывает на то, что напротив, даже несмотря на действия договоренности, многие положения не соблюдаются и регионы продолжают увеличивать производство нефти. У нас еще будет снова поддержка, вот уже совсем скоро, через месяц, со стороны 100 данных американского происхождения, и мы переключимся снова на Соединенные Штаты Америки, как на тот самый регион, который и будет сдерживать дальнейший рост оценки. Как это, в принципе, происходит и сейчас, потому что именно Ливия, Нигерия, те, которые не участвуют в аналитическом факте Соединенные Штаты Америки, в целом, если закрыть глаза на последние несколько отчетов по Штатам, когда производство нефти снижалось, там тенденция роста годовая, и мы все равно находимся на максимальных уровнях добычи сейчас за много лет, и Штаты не оставляют, опять же, для нас возможности спекулировать на том, что они могут добраться вообще до рекордных, до исторических максимумов по добыче. Все, что нужно сделать, это вернуться к прежнему развитию именно сланцевой индустрии в Штатах, и с ростом числа терминалов, собственно, продолжать, увеличивать объемы производства. Вчерашняя торговая сессия. Почему мы резко обвалились, и почему на факте снижения котировок нефти в рамках вчерашних торгов, сегодня вот этот импульс коррекции подхвачен? Вчера на рынок пришло сообщение, которое, на мой взгляд, является молнией вообще для перспектив черного золота. Это сообщение по объему добычи в рамках стран ближневосточного, картель. Вот на этой неделе мы с вами делали акцент на рост экспортных поставок. Вы помните, что со стороны ОПЕК они выросли на 370 тысяч. Объем добычи, друзья, согласно последним данным, опять же, со ссылки уже на официальные источники ОПЕК, вырос на 173 тысяч практически. То есть речь идет о том, что в ОПЕК сейчас производится уже порядка 33 миллионов баррелей в день. Рост за прошлый месяц примерно полпроцента. Это, безусловно, очень много. И единственное, что может нивелировать такой рост добычи со стороны ключевых производителей нефти, это резкое увеличение спроса, который, безусловно, сейчас не предвидится. Особенно в свете последних данных по Китаю, которые являются основным из основных потребителей, вы помните, что мы снова сместились именно в констатацию факта того, что Китай остается в состоянии затяжного снижения и готовит нас к более скромным показателям экономического роста под закрытие 2017 года. Поэтому проблемы у нас остаются те же самые. Это хорошо для продавцов, это хорошо для тех, кто оставит на переписи даже многомесячных меню по бранке WTI. Я отношусь к ним, рекомендую вам также ни в коем случае сейчас не рассматривать нефть с точки зрения покупок, поскольку были надежды еще на встречу ОПЕК, что она приведет к каким-то изменениям, стороны смогут дойти дополнительные пути более скорой ремонтировки рынка. Но эти встречи миновали и нет никаких новых договоренностей, поэтому нет никакого на рынке долгосрочного позитива. Сегодня в 20.00 по московскому времени еще отчет Бейкер-Акьюз по количеству нефтяных терминалов. Важная статистика, рынок реагирует на статистические отчеты довольно интенсивно на последние недели, поэтому если количество терминалов снова вырастет, мы с вами будем говорить еще и о локальной статистической поддержке для нашей короткой позиции. Традиционно обычно Бейкер-Акьюз отыгрывается не в моменте поздно, а уже с открытия следующей недели. Будем настраиваться на дальнейшие распродажи и возможность снижения бренда в районе 50 уже в середины августа. Рубль сегодня, через 20 минут открываются торги на российской валютной бирже, московской бирже. Поскольку основное ослабление на нефть пришлось как раз на вечер вчерашнего дня, в принципе, когда активность уже была довольно сдержанной, и рынки вот-вот были на грани закрытия, я имею в виду российские, конечно же. А сейчас у нас на азиатской сессии еще больше обвак, котировок нефти, российские валютные спрегуляторы не могли присоединиться к этой медвежьей динамике. И, значит, ждем, что это произойдет вот-вот. То есть, с учетом того, что рубль сейчас обхаживает уровень 60 против американца, с учетом того, что нефть снижается, я думаю, что у нас все шансы, чтобы закрыть эту неделю по паре доллар-рубль примерно в районе 61. Это очень неплохое начало для дальнейшего ослабления. Доллар-японская иена. Американец разочаровывает, хотя, видимо, даже неправильно говорить про то, что доллар разочаровывает, он сам, так же, как и мы, является заложником того, что происходит в плане геополитики. Потому что доллар готов был бы расти. Доллар прекрасно понимает то, что есть для этого все основания. Но он никак не может соперничать с таким понятием, как недостаточный спрос по причине того, что трейдеры боятся и переживают. Это не то чтобы трейдеры, а инвесторы, крупные инвесторы. И они, разумеется, традиционно пересиживают такие события, которые разворачиваются сейчас по плане конфликта США и Северной Кореи, в защитных инструментах, к которым относятся и франк, и японская валюта. То есть это те валюты, за которыми стоят регионы с положительным сопропицитом платежного баланса. Поэтому каждый раз, когда возникают риски геополитики, либо появляются новостные события, повышающие спрос на защиту, все говорят о том, что, разумеется, эти страны, и Швейцария, и Япония, которые являются крупнейшими, собственно, кредиторами, не заемщиками, возникают вопросы репатриации капиталов и зарубежных активов. Поэтому в конечном счете и приводит к всплеску интереса облигаций соответствующих и укрепляет позиции валютных активов, которые отвечают за этим экономикой. Поэтому сейчас доллар заложник роста японской валюты. Но здесь рост японской валюты, он базируется, опять же, только на ее защитных качествах и свойствах, но ни в коем случае не на какой-то мощной фундаментальной поддержке. Потому что если разбирать статистическую среду, отдельные какие-то проявления активности, мы, может быть, и увидим. Но не забывайте, что эти отдельные статистические релизы меркнут, опять же, по сравнению с тем, что происходит с инфляцией и что будет происходить с политикой национального регулятора, который корректирует и пытается повысить, разогнать этот инокспотребительский цен через экономические стимулы. Поэтому на японскую иену я советую не делать большую ставку на долгосрочной основе, потому что текущие тенденции геополитических рисков, они краткосрочные, они быстро сходят на нет, позволяя все-таки возвращаться к статистическим реалиям. Я понимаю то, что болезненно сейчас ставить снова на рост доллара, когда американская валюта снижается. Вы, конечно же, можете, безусловно, поставить на ослабление американского доллара. Но только тогда, когда на рынке начнут господствовать идеи неизбежного сокращения баланса и начала этой процедуры в сентябре, не нужно будет, собственно, хайить рынки за то, что очередная ловушка трейдеров, которая была проявлена, опять же, в текущих трендах, вела в заблуждение и не позволила здраво оценить ситуацию. Я советую до конца пути фундаменталистам и понимать, что американская валюта, она покажет еще этот рост, которого достойно, достойно на основании того анализа, который могут проводить все. Я думаю, что фундаменталисты, если действительно обращать внимание на те отчеты, которые являются определяющими, ну, никто не скажет то, что доллар – это ауксовет, потому что, на мой взгляд, это было бы неправильно. Соответственно, по доллару, если возвращаться к вчерашнему дню, было много отчетов, первичные заявки на пособие по безработице, 244 241 тысячи, все равно хорошие данные, даже несмотря на небольшой прирост. В среднем в этом году, как мы помним, количество новых рабочих мест ежемесячно около 185 тысяч, прекрасно. Результат уровня безработицы, вы помните, 4,3% – это минимальное значение 2001 года. Это индекс цен производителей. Вот здесь, да, первый, по-моему, спад в годовом эквиваленте, у нас снижение с 2, по-моему, ровно процентов до 1,9, в месячном минус 0,1% против прошлого роста 0,1%. Я допускаю тот факт, что этот отчет, будучи, разумеется, предвосхищающим данные по инфляции, они у нас сегодня 15.30 по московскому времени, настраивают на самые радужные ожидания, потому что обычно индекс цен производителей коррелируют с общим отчетом по инфляции. Поэтому есть риски, конечно же, увидеть нечто хуже сегодня ожидания по инфляции. Но это сценарий самый сейчас неприятный для доллара, потому что если статистика разочарует, то трейдеры усомнятся в способности ПРС все-таки корректировать монетарную политику и пойти на третье в этом году повышение процентной ставки. Это очень плохой сценарий, я даже не хочу сейчас закладываться под него, потому что это станет таким же, в принципе, форс-мажором сейчас для доллара, как эскалация напряженности между США и Северной Кореей, потому что крест туда можно будет поставить и на статистической поддержке. Поэтому, будучи оптимистом по доллару, сегодня есть еще надежда увидеть хорошие данные по американцу и, соответственно, использовать это для того, чтобы отбить USD-йен от котировок 109 йен против одного американца. Нам уже в качестве ближайшей цели необходимо закрепляться выше 110, чтобы давать на более высокие ценовые значения. Но о более высоких уровнях давайте пока говорить не будем. Нужно сначала превратить сопротивление 110 йен против американцев в поддержку. Поэтому в 15.30 по московскому времени критическая важность, внимание, номер один, максимум фокуса, акцента вашей сосредоточенности на этот релиз, потому что он спровоцирует очень серьезный влачинец. Поэтому, если вы собираетесь торговать по этому отчету, разумеется, если как косочный трейдинг, это, скорее всего, то, что подразумевает и более высокие риски, контролируйте именно тысячевую загрузку, контролируйте те залоговые капиталы, которые вы будете выводить в рынок, и готовьтесь к тому, что при любом раскладе, казалось бы, более-менее ясной картине происходящего, рынок может повести себя, как и всегда, довольно неприятно и каверзно, скажем, спровоцировать самую настоящую пилу, когда мы показываем, точнее, ходим, собственно, на фигуру вверх-вниз, и только после этого определяемся с направлением. То есть, прежде всего, сегодня контроль риска менеджмента и соблюдение всех принципов управления капиталом. По другим инструментам, европейская валюта вчера использовала слабость статистическую от доллару, снова выросла, я рекомендую не обращать особо много внимания на то, что происходит с евро сейчас, и верить в то, что европейская валюта не просто так показала коррекцию в последние дни. Снова напоминаю вам прогноз Bank of America, которые приложили несколько аргументов, почему евро будет дальше слабеть и стремиться к отметке 1.15. Это то, что на конференциях в Джексон-Холле Драги, собственно, подтвердит отсутствие сейчас необходимости изменять политику в сторону ужесточения, то есть подтвердит приверженность мягкому экономическому курсу. Это контраст реальных и номинальных ставок, если анализировать облигационные составляющие, собственно, Германии и США. И тот факт, что очень многие еще, ну и в данном случае Банков Америка, верит в доллар и верит в то, что этот инструмент остается крайне перепробанным активом. Мы начинали с этого брифинга, с констатации того, что доллар стоит сейчас очень мало, и я объяснил-то почему. Дальше идем. Фунт против американцев. Вчера локальная поддержка для британцев пришла со стороны данных по промышленному производству. В годовом выражении показатель вырос на 0,3%, в месячном на 0,5%. Но особо поддержки, кроме нескольких десятков фунтов, фунта особо не получил, поскольку именно противостоять и трудности переговороческого процесса по Брэзиту и уже озвученной позиции Банка Англии продолжать мягкую экономическую политику очень трудно. Я надеюсь, что какому-то отчету по промышленному производству не удалось переведить вас в том, что фунта лукс вадит. Поэтому ставим, как и раньше, на то, что пара будет идти в район 1,27 семени. Австралиец сегодня на азиатской сессии также центр внимания, как и доллары и нефти, поскольку буквально несколько часов назад завершилось выступление РК Резервного банка Австралии или Баллова. В принципе, те же самые комментарии, что и РАН. Раньше рост обменного курса австралийца угрожает для экономического восстановления и провоцирует снижение инфляции. Следующее изменение процентных ставок будет не скоро. Сроки конкретно обозначены не были, но Резервный банк Австралии сделал акцент на то, что они намереваются достигнуть цели по экономическому росту 3% в перспективе ближайших двух лет. Поэтому я думаю, что о росте процентных ставок не будет. И речи, опять же, как минимум до конца 2018 года. Более низкий курс, как отметил Филипп Лоу, ускорит процесс достижения целевых показателей по занятости. Это все комментарии, которые объединяются под эгидой мягкой экономической политики и, разумеется, свидетельствуют о том, что актив нужно продавать. Австралийц снижается. Мы, как и раньше, ставим на его большую слабость текущих котировок. Австралийца против доллара 0,7846. Мы с вами идем на тестирование поддержки 0,78. По новозеландцу такой же расклад, потому что на азиатской сессии 4.2, как вы помните, Резервный банк Новой Зеландии подтвердил приверженность тоже мягкой экономической политики, обозначил риски снижения инфляционного давления, что также будет влиять на экономический рост, сохранил ставку на прежнем уровне. И эта риторика, собственно, стала определяющей для локальной тенденции движения новозеландца. То есть новозеландскому доллару не удалось даже использовать поддержку от слабости американца по факту именно тех событий, которые разворачиваются между Северной Кореей и США. Это позитивный знак, поскольку он указывает на то, что трейдеры готовы больше сейчас закладываться под новозеландца с точки зрения статистики и тех комментариев, которые поступают со стороны Резервного банка Новой Зеландии. По новозеландскому доллару мы уже в одном шаге от отметки 0.72.50. Я думаю, что трейдеры будут тащить пару ниже уже планки 0.72. Американский фондовый рынок просел до отметки 2435. По фонду коррекция несущественная, правда, еще ее не стоит использовать, чтобы выкупить американскую фонду и рассчитывать на обновление исторических максимумов и основы. Это, конечно же, может случиться, но с учетом той картины, с которой мы работаем сейчас, новостной, и конфликт, в который, опять же, общественник является Соединенных Штатов Америки, лучше посидеть на заборе и находиться в стороне сейчас от перекупленного американского фондового рынка. Будут более объективные сигналы, я вам о них расскажу и, собственно, порекомендую, когда придет время, снова покупать американский фондовый рынок. Пока что, на мой взгляд, трейдинг по этим активам является крайне рискованным. Ну, друзья, сегодня из отчетов. Ждем данные по инфляции в 15.30 по московскому времени, в 20.00 по Москве. Завершающий релиз недели – это статистика Беккер-Хьюз по числению технических терминалов. В первом случае потенциальная поддержка для доллара может оказаться очень существенной. Во втором случае ждем еще один фактор снижения нефти, но отыгрывать его уже, скорее, будем на следующей неделе. Хорошего вам завершения пятидневки сегодняшней торговой сессии профитных, прибыльных сделок. Увидимся мы с вами уже в понедельник, дважды, как всегда, и на брифинге, который состоится утром в 9.30 по московскому времени в прямом эфире через перископ, и на вебинаре «Правильный понедельник». Не забывайте, если есть вопросы, если есть потребности, желание высказаться, озвучить свою позицию, у вас есть для этого все возможности. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube и к нашему форуму о маркете. Оставляйте ваши комментарии там. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok